Приветствую вас на канале Елена Мерселяна цветов. В этом видео расскажу про очень красивый многолетник, который хорошо растет и украшает тенистые уголки сада. Друзья, перед началом видео приглашаю вас присоединиться в телеграм-канал, где создала группу, в которой можно общаться, делиться фотографиями своих цветов и клумб, а также задавать вопросы по выращиванию растений. Ссылку на телеграм-канал оставлю в описании под видео и в комментарии. Сегодня речь пойдет о достаточно редком многолетнике, который хорошо растет в тенистых местах. Это триллиум махровый. Он прекрасно себя чувствует в тени под деревьями, возле кустарников, в тени за домом или возле забора. У этого растения красивые крупные листья и махровые цветки диаметром до 10 см. Цветки ослепительно белого цвета. К концу цветения они розовеют. Растение высотой около 40 см. Цветет в зависимости от региона с конца апреля около двух недель. Это растение не из дешевых, так как посадочного материала продается не очень много, из-за того, что разрастается довольно долго. Триллиум очень декоративен как в одиночной посадке, так и с другими теневыносливыми растениями. В первые годы после посадки триллиум может не произвести особого впечатления, но уже на 3-4 год он покорит вас, так как чем будет больше куст, тем эффектнее он выглядит. Триллиум морозостойкий. Хорошо переносит 35-градусные морозы. Он предпочитает расти на рыхлой, плодородной, умеренно влажной почве, в которой обязательно нужно добавить лиственный перегной, который можно собрать в лесу под лиственными деревьями. На зиму растение укрывает листвой на случай бесснежных морозных зим. Триллиум махровый размножается делением куста осенью. Сажать триллиум лучше ранней весной или осенью в сентябре. Триллиум очень любят слизни и улитки, поэтому прежде чем посадить этот цветок в саду, нужно об этом знать. Триллиум хорошо будет смотреться рядом с хохлатками, хвостами, папоротниками, на фоне рододендронов и хвойных. Подходит для оформления в тенистых местах дорожек и тропинок. В целом растение неприхотливое, если его правильно посадить и почву держать в умеренно влажном состоянии. За это он отблагодарит эффектным цветением. Спасибо за просмотр! Напишите в комментарии, растет ли в вашем саду этот цветок. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите любые комментарии. Мне будет очень приятно! Подписывайтесь на другие мои каналы и соцсети. Ссылки оставлю в описании под видео и в комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok